Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семен и Чемоданах. С вами я, Славян, и мы в полном составе. Мы недавно переехали в Геленджик, живем здесь почти месяц, его исследуем. Посмотрите все выпуски, плейлист так и называется Геленджик 2022. Вчера мы были в безумном путешествии, что сегодня куда-то ехать, либо идти вообще неохота. Хочется наслаждаться этой погодой. Будем готовиться к Пасхе. Сегодняшняя задача купить куличи, покрасить яйца, найти белые яйца, купить красители. Прекраснейшая погода у нас сегодня. Возможно, сегодня искупаемся, но это не точно. Я даже одел сегодня шорты. Сейчас покажу вам. Мы себя поддержим, если что. Хорошо. Сегодня на море полный штиль. В общем, погружаемся в новый день, в новый влог. Погнали. Посмотрите на это спокойнейшее море. Плавают лодки. Не знаю, может быть, они там рыбу сетей снимают. Ну да, скорее всего. И две парусные яхточки. Сейчас подойдем, здесь у нас такая смотровая площадочка. Сейчас сюда подойдем, посмотрим на цвет моря. И он, я вам хочу сказать, великолепный. Глядите, какая красота. Ну как не покупаться? Ой, как тихо. Вот это да. Вообще, смотри, какие красоты. Мама, мам, каждый... Огонь. Мам, ну какая вода прозрачная. Каждый камушек побитый, да? Я так старался, укладывал Мирончика, чтобы он поспал до обеда. В итоге нет. Мои вышли из дома, начали громко разговаривать и все. Проснулся. Хочу вам показать набережную. Набережная пустая, но это вопрос только до обеда. После обеда здесь она будет уже забита, потому что сегодня выходной. Потому что у нас тепло. Хочу вам показать клумбы с тюльпанами. Здесь огромное количество тюльпанов. Я такое количество тюльпанов видел только перед 8 марта, когда из машин их продают. А здесь они вот так вот растут на клумбочках, красиво их высадили. Вот, растут тюльпаны с видом на море. Они такие раскрылись уже. Бутоны здоровенные. Там вон пыльца. Прикольно. Темочка, тебе бы не нюхать, а то сейчас нюхнешь, потом будешь чихать и чесаться весь. Ага. Мы пришли на наш уже, можно сказать, любимый пляж. Он относится к отелю Метрополь или Метрополь. Здесь такая огромная песочница. Но это пока она песочница вне сезона. Это вообще волейбольная площадочка. Вон уже кто-то купается. Вода сегодня просто великолепная. На самом деле манит искупаться. Здесь вот домик серферов. Здесь, кстати, катают серферы. Тоже в выпусках показывал. А сейчас пока-то тут очень много собак лежат. Вот так вот загорают. Пригрелись на солнышке. Молодцы. Я вам не буду мешать. Не смотри так на меня. В море сейчас можно заметить несколько парусных яхт. А вообще сегодня должно быть их много. Потому что сегодня в Геленджике проходит парусная регата. Но из-за того, что у нас сегодня безветренная погода, соответственно, все может сорваться. Я хочу дойти до того места, где проходит старт. Вот. Сейчас там... Сейчас туда дойду. И там уже включу камеру. Посмотрим, как проходит подготовка. И вообще будет ли. Уже ближе к центральному пляжу. Здесь прям такая движуха. Видимо, какой-то уже праздник начался. Сейчас покажу. Сапы. Теннисные столы. Люди купаются. Что-то все в желтом. Не знаю почему. Ну и яхточки, кстати, плавают. А вон там, недалеке, там, где сероварня, вон. Там запустили фонтан. А-а-а-а. Это называется, короче, Маржи Анапы. Вот. Купаются. Видите они? Люди возрасте уже. У них на футболках написано Маржи Анапы. И вот там вот баннер висит. Вот так вот. Ну вот мы и дошли до того места, где будет проходить демонстарт. Посмотрите, какое огромное количество этих маленьких яхт тут с парусами. Ничего себе. Слушайте, я здесь, конечно, наблюдал уже такое количество этих маленьких яхт, но в таком количестве вообще впервые просто сплошные паруса. И это, кстати, видимо, детские соревнования. Обалдеть. Ничего себе. Это как, знаете, людей в метро. И все, собственно, вот ждут, когда когда поднимется ветер и дадут старт. А те яхты, видимо, которые в море, они, видимо, сейчас проверяют ветер, будет ли при таком ветре нормально поимплыть. Но это на самом деле просто мои догадки. Яхт огромное количество. Обалдеть. Ну вот, кстати, баннер. Написано кубок студенческой парусной лиги 2022 год. Студенческая парусная лига. Про что я говорил, что детишек здесь очень много. Здесь, кстати, даже построили вот такой вот пирс, где стоят моторные лодки. И все ждут, все ждут ветра. А его сегодня просто нету. Он просто минимальный. Сколько сегодня участников? Не знаю, сотни, наверное? Ну, десятки точно. Мне кажется, больше ста. Обалдеть. Вот сейчас они, когда все выйдут, надеюсь, ветер поднимется и представьте, что будет здесь в бухте. Ну и, конечно, здесь на этой площади сегодня такая движуха. Все открылось, кроме кваса. Вон там вот в центральной части людей вообще огромное количество. Они все сюда, конечно, идут, но здесь все равно всегда поменьше, чем в самом центре. Немножко подул ветер, сразу началась движуха. Вот выкатывают яхточки, а вон там четыре яхты парусных. Вот они уже отплывают. Четыре, пять, шесть, и отсюда вот тоже сразу же поплыли. Вообще, классный, конечно, спорт. Для детей, мне кажется, вообще просто вау. Смотрите, они сами полностью закатывают на этой тележке, если ее можно назвать. сами снимают коллективно, и только один садится в саму яхточку. Все, движуха началась. Мы ближе к ветру, ближе... Ой, ближе к обеду всегда поднимается ветерок. Вот чувак, который дунул в сигнал и поднимает какой-то флаг. Видимо, о начале соревнований. Вот еще яхта пошла. Вот так они ее выкатывают. Прикольно, видите, один отплыл, вот один отплывает, получается, а другие двое возвращают эту тележку на место. Вот открываются ворота. Все, сейчас отсюда значит просто вся эта толпа начнет выкатываться. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять уже парусников вышло с той стороны. Вот десятый на воду заходит. Ну и здесь вот уже по чуть-чуть начинают. Ну вот, смотрите, бухточка постепенно наполняется этим парусными лодочками. и детей тут вообще на разные возраста. Если вдруг кто-то из зрителей смотрит и у кого-то занимаются здесь дети, напишите, пожалуйста, цену, например, либо где-то туда записываться, потому что я вгуглил, и я почему-то информацию не нашел. Зашли в магазин, но проблема в том, что нету белых яиц. И, кстати, их уже нету третий день. Коль мы сделали покупки, хочу вам порекомендовать карту Тинькофф. Я ей пользуюсь уже на протяжении многих лет, и, вы знаете, никаких минусов я не увидел. Я на протяжении долгого времени говорил Настеньке, сделай себе тоже карту Тинькофф, это капец как выгодно. И вот недавно она сделала, делилась в своем телеграм-канале этой информацией. Самое, что интересно, что когда вы по карте Тинькофф делаете покупки, вам возвращаются повышенные кэшбэки. Ну, то есть, прикиньте, вот вы покупаете покупки, и вам за это еще возвращаются какие-то проценты. В моем случае, например, в месяц мне периодически падает 3-4 тысячи. То есть, согласитесь, это деньги, которые не валяются на дороге. Также у Тинькофф в приложении можно настроить инвест-копилку. При каждой покупке будет в эту инвест-копилку падать определенная сумма, которую вы сами настроите. Это очень удобно, когда вы заходите в конце месяца, а у вас хлопс там и 5 тысяч, как в моем личном случае. Поэтому я рекомендую карточку, оформляйте по ссылочке в описании. По моей ссылочке, если вы оформите, естественно, получу я определенные бонусы и вы получите тоже бонусы, собственно, повышенный кэшбэк и пожизненное бесплатное обслуживание. Вы только вдумайтесь. Ссылочку оставил, переходите, оформляйте. Своих оставлял дома и пошел снова в магазин. Купил вот такие куличи, типа там начинка, вареная сгущенка. Попробуем. Ну и обычно, естественно, тоже купил. Куличи мы едим уже несколько дней, на самом деле, как они начали продаваться, так мы и на них напали. Хочется за эти 5 дней наесться как следует. Ну и еще маленькая победа. Я нашел белые яйца. Вот такие вот. Так что чуть позже. Сейчас будем красить. Так, и купил еще вот такие вот. Но они не белые, они такие с легким оттенком. Да, поэтому так и взял. Единственный еще момент, то, что был только один пищевой краситель и только красный. Серьезно? Да, его хватает на 10 яиц. Вот. Последнее забрал. Что значит, купил вот такой вот большой кусок мяса. Полтора килограмма здесь почти на 500 рублей вышел. В Геленджике огромная проблема с мясными лавками. Туда, где мы заходили, вообще, конечно, ужасное мясо. Найти не можем, поэтому взяли вот такой вот в вакууме. Ну, посмотрим. Все куличи, которые были, кроме одного, мы съели. Да? Пацаны? Ну, не можем мы не объесться ими за 5 дней. Не можем. Мы после обеда снова вышли на улицу. После обеда значительно теплее. Завтра у нас обещают плюс 18-20. Вот про что я говорил ранее. Ветер поднялся и парусную регату запустили. Не знаю, как они здесь отмеряют, кто выиграет, откуда они там разгоняются. Ну, выглядит прикольно, конечно. Все равно, сколько мы здесь живем, частенько наблюдаем, как они здесь плавают. Классно. В Сочи, когда мы жили, такого не было. Дошли до центральных пляжей, где песочки. Вот я неоднократно говорил, что здесь постоянно рубится волейбол. Вот, пожалуйста. Гляньте, такая обстановочка. Просто все отдыхают. Молодцы, что приезжают. Возможно, просто те, кто приехал на выходные в Геленджике. Летняя погода, купаться можно. например, сейчас, завтра, я думаю, мы обязательно будем купаться. Здесь, кстати, возле городского пляжа вода. Она стала еще теплее на 1 градус. Надеюсь, что завтра уже будет градусов 14 и тогда будет купаться еще комфортнее. Что там? Купили краску. Краску купили? Купили краски. Родион, одну с большими коровками, а маме какой-то он там. Аааа. Вот этот вот папа-пакетик, это маме? Вот мы нашли краску, ура. Прямо на центральных набережах. Здесь есть пятерочка, мы здесь ходим мороженое. А мороженое мне есть. За 30 рублей еще не было? 80 рублей самое дешевое. 83 большой папа стоит. Ясно. И таканчики по 80 все. Все по 80 минимум 80. Смотрите, мы забрели здесь парк развлечений. Вот он до сегодняшнего дня здесь было все закрыто, а сегодня здесь все открыто. Ну, почти все. Наверное, процентов 95 все катаются, паровозики, вот всякие карусельки. процентов 90 это работает. Смотри, то есть на тех даже выходных работал только этот 3D очки, короче, виртуальной реальности. А сегодня вот, ну, видите, как здорово. Зеркальный лабиринт. И мы, кстати, здесь вообще впервые сюда ни разу не ходили. Во, колесо обозрения есть. Ну, кстати, покайфово на колесе на горе прокатиться. Прикольный парк. Дом вверх дном. это что-то от игротека какая-то. вот, видите, вот, маленько закрыто. Пацаны, надо как-нибудь вас сводить, да, будет сюда? Да. Да? Ну, все, копить деньги, значит, Артем. Представляете, мы как переехали в Краснодар, ну, наверное, точно год уже не посещали наш любимый магазин «Вкус Вилл». А здесь он оказывается сразу возле парка, и, естественно, Настенька туда забежала. Дети кушат мороженое, поэтому мы туда не идем. Но в целом, когда мы жили в Москве, мы только там все и покупали. Вон она, Настенька. Так как мы завтра поедем на шашлык, нам нужно купить уголь, потому что с последней нашей посиделки мы его израсходовали весь. и еще на завтра купить куличи, пыльмы все сожрали. Все, сейчас будем приступать красить. Еще сходил, видите, купил перепелиный яйц, Настенька говорит, и когда красят, они очень красиво смотрятся. Сейчас посмотрим, как это смотрится, ну, и как бы это вообще для Мирона. Куча-куча всяких наклеек, вот то, что мы купили на набережной, вот такие вот. Краски. А, такие краски. Как в таблетке прикольно. И это подставки под яйца. Вот, сейчас будем разбираться. И докупил куличи, надеюсь, мы их сегодня не съедим. Пока Настенька готовит ужин, я буду заниматься мясом, будем мариновать. Кусок я тут уже показывал, да, полтора килограмма почти. Все на завтра, надеюсь, завтра съедим. Буду добавлять, значит, соевый соус, перчик черный, значит, лук и паприку. И по сути все. А я что сказал? Черный назад шашлык, да? Паприку, ты еще шашлык делал? Мясо нарезал. Мне нравится вот такими большими кусками, чтобы оно внутри было сочное, не делалось сухим, поэтому большими кусками. Это я научился в Крыму, в Оленивке, когда мы жили. Вот такие куски всегда покупали, и шашлык получается очень и очень вкусный. Оно немножко было подмороженное, вот, поэтому сейчас оно чуть-чуть еще подразморозится, и буду мариновать. На ужин у нас будет гречка, и варим яйца в ведро в натуре. Да, но на нашу семью только ведро теперь уже и требует здесь 24 яйца, плюс еще будет упаковка перепелиных. Как же прикольно вспоминать, когда дети едят такие маленькие, просто вот так себя всего мазюкают, и еще и раскидывают все это дело вот так ой мирджан тебе тарелки для чего? Все, нету, даже еще не съема. Ложечки танцы. Вот эта гречка ее есть надо сынок, вот, давай в рот закидывай. крючет прикол, в общем, навели краску, но у нас нет уксуса, и получается, что без уксуса оно вообще не красится. Ну ты Слава же сказал, какая разница, я ему все раз говорила, что надо уксус. Ты не говорила мне вообще купить его? Говорила, я забыла. Пользуясь случаем, что я пошел искать уксус, покажу вам красоту нашего района, где мы живем, здесь потрясающий вечером. Вот уксус. Ну посмотрите, какая красотища получилась. Слушайте, настолько нежные, красивые, такие приятные цвета, а самое интересное, как получились перепелиные яйца. Вот кто ни разу не красил на Пасху перепелиное яйцо, то обязательно в следующем году попробуйте это сделать. Красота. Они как конфетки. Красные, краски, конечно, у нас осталось очень много. Я иду драконов или динозавров. Ну классно же. Мироша, ты будешь перепелиных. Блин, очень круто. У нас здесь началось просто детское творчество. Те наклеечки, которые купили. Не, зачем на эту сторону ты клеишь? стоп. не, прижми посильнее тогда, чтобы оно нормально приклеилось. красота. О, 3D яйцо. Ух ты, выделено. Урочки, такие вот наклеечки. Сейчас я хочу звездочку. Покажи, Артем, поверни, покажи. Ты одну только наклеил, здесь делай еще себе красивое. Двухсторонно наклею. Другой еще возьми себе какой-нибудь желтенький еще возьми украсить. Ну зачем ты так миска? Ага, ну как хочешь, пусть, ладно. Молодец. Умин. Еще так. На самом деле, в принципе, ты все. Яйца готовы, куличи куплены, все украшено, шашлык замаринованный. Завтра единственное с утра мы еще помоем все овощи, которые хотим взять с собой на природу. Их там уже замаринуем, но все это будет уже завтра в новом видеоролике. Этот выпуск, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием и репостом в свои социальные сети. А я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok